добрый вечер уважаемые посетители моего канала и у нас очередной каст сегодня у нас будет играть неизвестный мальчик за хуманов в нижнем углу и андет сникон крафт французский андет который только что доел свой багет и сейчас будет показывать интересные стратегии и в комментариях мне очень много писала людей там больше 300 комментариев о том что зачем ты снимаешь эти подкасты совершенно не интересно не интересная игра не интересные комментарии прекращает они твои но я буду это делать я буду снимать для кого-то потому что я посмотрел у меня один процент девушек на канале вот это одна девушка которая смотрит эти ролики привет тебе позвони мне если у тебя есть вообще там желание затусить вот а 99 процентов парней которые смотрят мои ролики тоже позвоните мне телефона в описании вот мы с вами затусим и вместе с едим багет что у нас по игре карта last refuge она же не знаю как она на русском называется и что здесь будет за герой от андета уже нежить будет ли это рыцарь смерти здесь какой-то архимаг ну что такое то опять с этим архимага смотрите вампира делает не наелся он багетом хочет еще немножко крошки и это вурдалаки с вампиром разведка идет околитом альянс ждет свою разведку пехотинца что-то мне подсказывает что это будет 2 база кстати для тех кто писал что видно видно продолжительность реплея паладинчик сожалению плохо закрывал пришлось избавиться от паладинчика пожалуйста напишите в комментариях что паладинчик всегда с нами и чтобы он вернулся когда следующем ролике он вернется вот на его место пришел ястреб который закрывает полоску продолжительность реплея и так смотрите выходят вампиры сразу кидает тонны пехотинца пехотинц видит как он с волшебницей тусит в одном баре но тут его будет 4 вурдалака и вампиры говорят подсыпайся чувак ты обосрался и все волшебницы больше нет поднимает из него двух скелетов переродился пехотинец двух скелетов перед на его половина хотел интересную шутку пошутить но не буду интересная была у себя шуточка по-любому бы написали что она красивая но я вам не расскажу сами напишите что что получается из трупа 2 из из трупа 1 пехотинца почему два скелета и так альянс не побежал дополнительную базу ставить он увидел вампиры и понял что там будет дополнительной базы и не хочет он играть базовую базу поэтому пришел сразу как-то и напрягать видит что не идет ставить базу и догадывается что вот эту обсерваторию он конечно забирает но почему-то туда не бежит забирает мурлок получает когти получает кольцо хороший криппинг здесь происходит вампиром получают второй уровень альянс продолжает здесь крепится ну тяжелая очень . если конечно альянс бы сюда прибежал на крипджек то мог бы он здесь сильно попортить нервишек но вместо этого он занимается какой-то чупушный проверяет базу ну вот сейчас он должен понимать что здесь крепим придет но все равно не бежит здесь кладбище хорошо да посмотрите здесь он очень долго с этой точкой справляется потому что там inner fire плюс 5 армора постоянное лечение очень плотные огры и почти 3 тюрем получает получает хилингварды альянс уже не знает что проси некая короче альянс так и не понял где кто мы это же какие точки смотрел везде он разведку сделал и понял что он не там он искал где нужно было здесь аккорид разведует делается вышка делается кузница будут стрелки смотрите что делает нежить дополнительную базу хочет поставить все таки причем у него уже агрейд на т2 заканчивается 3 архимаг и здесь тоже апгрейд на два почти закончился первый стрелок делается да здесь база строится прокачивает он поносную ставим так архимаг все смотрит где что не понимает где же андет явно не хватает ему понимание игры возможно находит он андета ой но как подставляется под сон вроде как подставляет своих и даже выходит из окружения сейчас может быть еще сон минус 1 гуля нет гуля убегает у ее и под окружение подошел как же так как же так и гуля убежала это минус 1 гуля ну минус телепорт видит что база строится неприятно и андет сейчас собирается крепить лагерь наемник произошел телепорт так гуля где-то убили да смотреть футмен убил гулю здесь начинается крепинг сон на приста и берется алхимик вторым героем интересный выбор сразу теряется футмен на крипах здесь сразу т3 параллельно с экспандом интересно конечно это играет для чего здесь алхимика взяли я думаю чтобы контролировать поносную стаю как потому что в варкрафте есть такая тема что наносящий урон заклинание они наносят не так это правильно сказать там в общем заклинание которые лечат они как правило больше лечат чем заклинание который наносит урон соответственно если там волна вот это мышцы на дредлорда сносит допустим там 200 всем то лечение там лечит на третьем уровне кажется по 67 или даже по 70 за несколько волн там кажется 4 или 5 волн то есть вы вы вылечиваетесь как сейчас была волна но лечение полностью отличил этих стрелков так что это своеобразный такой контр-спелл в мире варкрафта ну что база дополнительная достроилась не добывает пока что еще путем и потихоньку здесь рабочие смотрите приходит вот снова мы видим как стая залетела но полностью практически излечился сейчас будет еще одна стая и умирают двое рабочих но сражаться андеду здесь нечем всего у него пару гулей но все-таки двух рабочих он смог убить но потерял всю ману ямсу попроще с маной потому что у него архимаг дает синюю ауру который помогает устанавливать ману ну что экспан потихоньку работает но сражаться андеду нечем зекурата у него конечно стреляют ну поддержать эти зекурата нечем главное не подставлять вот эти конечно листов ну что андед зато авто 3 почти вышел у него много ворду лаков на базе сейчас будет делаться френзи upgrade 4 архимаг но экспант не защитить не успевает андед здесь защитить экспант теряет всех околитов и потихоньку экспант сносится не принес экспант практически никакого value для андеда сколько он добыл там 200 голды даже 190 суммарно он потратил здесь на шахту 255 некрополь кажется 200 с чем-то там 250 стоит 2 зекурата за грейджина то есть он здесь где-то тысячу золота плюс еще колита даже больше тысячи золота потратил в итоге добыл всего 200 золота соответственно но опять же он выиграл время и дредлор получил четвертый уровень и t3 будем смотреть что он будет дальше делать делает войну крепит до пятого уровня уже герой купил две банки маны чтобы очень много кидать строй альянс конечно здесь огромное количество времени брать чтобы эту базу снести но он должен это делать если он ушел бы отсюда не добив эти здания он дед мог бы какой-то момент восстановить здесь околитов и все равно пришлось бы сносить а лучше сейчас пока никто не защищает да это долго но это приходится сделать опять же не факт что он это бы где-то нашел ну и я бы сказал что андет сейчас не так слабо выглядит здесь где-то 10 вурдалаков при поддержке древорда с кучей маны не так много уж стрелков и герои не так сильно прокаченные альянса смотрите что делает альянс он понимает что там в этот момент пока он сносил базу дредлорд прокачивался и скоро получат 5 уровень и соответственно к нему могут забежать на мэй и 3 стали сносить рабочих поэтому нужно защищаться различными вышками иначе просто экономика может пострадать и альянс окажется в невыгодном положении поэтому приходится ему немножко вышек настроить чтобы не было такого тем более опять же он не знает может там уже несколько дестройеров было в этот момент то есть не не вордалаков много именно несколько дестройеров и прилетели бы дестройер они бы здесь при поддержке урдалаков очень быстро бы снесли там одну вышку который тут стоял или даже вторую если было и вордалаки бы тут все съели и в итоге дредлорд получил большинство уровня рабочих поэтому это важно это правильно решение огромное количество когтей выпадает альянсу которую не так ему сильно нужны видят здесь андет что вышки есть не удалось не удалось забегание с пятым уровнем ну и что теперь он не может нигде опыт получать кроме как на самом альянсе здесь уже алхимик 3 уровня второе лечение смотрите еще при стоп на базе оставляет альянс это делается для того чтобы если допустим андет даже на такое количество вышек хочет где-то например забежать гулями кстати были здесь прибежали магические вышки уничтожают допустим гули забегают здесь начинают бить вышки ты их подходишь чинишь и чинишь здесь адрилорд кидает поносную стаю рабочие все биты и естественно 2 поносная стая их убьет и здесь оставляются присты чтобы полечить как раз этих рабочих чтобы они не умерли хорошее решение виду что в альянс этого часто его разводят и он уже научный так скажем на рассмотреть одна вышка чуть сзади сделан это опять же против дропа дирижабле потому что при игре вот в такой смотрите с эти дредворт купил инвизное зелье теперь бегает рядом с архимагом и армией хочет дождаться хорошего момента так вот дредворт мог бы высадиться здесь и опять же отсюда кидать поносной стаи то же самое было бы с рабочим так что вот эта вышка она бы помогала бы здесь против дирижабля и опять же присты также помогали ой смотрите сейчас возможно будет убийство вот этого огра и стырил дроп смотрите что делать стырил дроп сразу диспол на диспол прожимает смотрите два диспола поражал альянс попытки попасть в этот инвиз но не попадает в итоге дредворт убегает в это время вурдалаки немножко забежали тут воркшоп попытались снести на базе ой смотрите что здесь делает вермо встроен ледяных змеев два ледяных змея интересный выбор и здесь воркшоп что воркшоп выживает чини 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 ой 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 как он выживает этот воркшоп потрясающе здесь уже дредворда скоро инвиз закончится видит он битого приста и убивают что альянс сделал вертолетов я думаю он подозревает что могут быть дестройеры но он еще удивится когда увидят ледяных змеи и вертолеты здесь конечно хороши но думаю первое что он делает против дестройеров кстати альянс постепенно вышел в 3 а на это не обратил внимание купил арбу огромное количество урона у архимагас руки здесь много колец купил став и inner fire должен еще заказе быть да есть инфаер так и что тут у нас дредвор пятом уровне два ледяных змеи где они где где ледяные змеи летят два ледяных змея интересно бурдалаков очень много сколько здесь больше 10 вурдалаков сейчас будет какое-то сражение сразу осетка кидается вурдалаков не так много я бы сказал рифлов всего два вертолета 4 приста дед очень хорошая позиция искал здесь есть ли у него свитки да есть один свиток сразу кидается поносная стая видят он двух вермов не понимает что происходит кидается тонна алхимика вермок запокусили сразу 1 верма запкусили он отступает но вертолет может его добить до минус вирм и 2 бирм тоже практически умирает умирает очень быстро верма умирает они по сути никакого value здесь не произне сделали дредлорд летает на карусели но гули сжирают по земле все снова сон кидается на алхимика у ее сейчас еще будет поносная стая делает телепорт альянс 6 уровень тридлорда и гули все по земле скушали какие же они жесткие но вермы несмотря на то что умерли они впитали огромное количество урона стрелков и поэтому гули смогли внести этот дэмэк здесь он дает места и дополнительную базу продает он ледяной бонярд истинной завод ледяных змей не окупились для него хотя ну как окупились они впитали урон и в итоге ну я бы не сказал что размер кстати по лимиту размер пользу хумана но проблема в том что шестой дредлорд и это ждем инферналу верно конечно жесткий мужик посмотрим как мальчик за хуманов справиться если у него шанса здесь делает мясника интересного мясника есть апгрейд на вообще учитывая что там 5 архимаг логичнее было бы конечно деструйеров сделать даже несмотря на то что там есть вертолеты просто элементарь очень сильные по земле и вроде как деструйеры даже нужны и более не забываем что поносная стая она сносит вертолет очень эффективно и какой-то как это попытка сделать вермок деструйеров возможно было бы лучше посмотрим так здесь замест возможно сейчас будет инфернал полетел инфернал полетела ситка сразу лечение пошло но сразу слип канцлит заклинание диспелиться слип тут под иннер паером армия хуман вот стать еще иннер паер могли строить спели очень битый дредлорд но он снова еще один кэрин сформ делает нету свитков у альянса в альянса все стрелки умирают лимиты примерно равны обминейшн подходит без без дизиз клауда не воняет он и зайца 15 секунд на инвол на дредлорде он очень битый у нее есть свиток архимагу тоже очень плохо и за это он свой инвол вертолеты просто летают некого им атаковать сейчас опасно здесь все еще на поносная стая рабочие здесь прибежали но сразу же умирает очень битые гули очень битый дредлорд архимаг архимаг очень битый здесь все очень битый архимаг кэринс вор минус архимаг алсит к кидается на дредлорда у нее 50 дороги но не успевает не успевает алхимик его догнать если шанс что а ситка убьет его осетка второго уровня 13 здоровья 8 здоровья 2 здоровья и последний тик кажется убивает что если бы андет здесь вот эти печки подконтролил и подбежал бы к ним осетка бы конечно не убила 7 уровень вампира умирает и алхимик получает 6 уровень а это значит он может продавать давать все все что видит ну а потеря архимага 5 уровня воскрешается золото еще есть вышки есть андет воскрешает в таверне герои тратят огромное количество денег на 7 дредлорда это порядка 800 голды даже на чуть больше но нет у него маны продается обмене шин 240 золота он получает напомню что трансмут продается продает юнитов соответственно их цене если например выбор даете обмене шина за 240 вы купили 240 получаете было бы интересно если бы еще дерево из них получал продавать он может все что угодно кроме горных великанов и родина только горных великанов кажется нельзя возможно еще тут у ренчиков которые орковские которые спирит волкеры но я не помню сейчас у них просто же есть резист но кажется только гигантов него что даже танки может продавать алхимик 150 маны архимаг воскрешается дредлор здесь с инферналом деньги заканчиваются лимиты вообще никакие здесь попытка базу поставить попытка дредлордом что-то сделать кидается кэринс ворум но сразу лечение 3 уровень лечения очень жесткая инферналы к сожалению продать нельзя потому что он не покупается не продается вот вы знаете как есть такая игра ты говоришь типа за сколько ты что-то сделаешь да там например насколько ты продашь садим например вот и инфернал говорит у меня нет цены я не продаюсь вот обумнейшим продается за 240 золота такие вот дела ну что архимаг воскресился теперь для андыда печальная ситуация наступает потому что любые дорогие юниты ему невыгодно строить потому что алхимик будет их продавать поэтому выгоднее конечно сейчас просто гулей строить и пытаться как-то на раскачетном дредлорде на инфернале сажать альянс и кстати гулей у него снова очень много 12 человек где-то тубе маска еще хорошо ему выпало ридуард один из тех силовиков которые имеют очень высокий интеллект если мы посмотрим на 35 сил и 35 интеллекта несмотря на то что какие-то там книжки поднимал но интеллект у него по моим самый высокий из силовиков поэтому не достаточно много оригена и большой запас маны поэтому много он может позволить себе в этой игре ну что следующий замес инфернал падает кэриус вор кидается отвратительный вертолетов почему-то кидается и всю ману он тратит но есть у него бутылка но какой же отвратительный кэриус ворунду гули пытаются жрать если честно хуман здесь не до контроля потому что его со всех сторон окружает он не понимает куда ему бежать гули здесь гули там инфернал тут дредлорд здесь но очень много лечения у альянса 6 архимаг получает и гули разваливается но вот сейчас очень хороший кэринс вор минус 2 при 100 еще нет одного телепортирует при 100 есть два стафа дредлорд практически умирает гули биты стата мне кажется два стафа заюзов альянс но потерял достаточно много 20 лимита на 31 база не добывает в альянса база нет в альянса 1000 золота может еще одну базу поставить но от этого заканчивается есть смысл конечно продать что-то проверяет смотрите какой дредлорд биты 26 здоровья а кто его там побил так по его избил ну и что он может сделать 160 маны инфернал не знает что ему делать трансмутить не хочет гулей как-то дешево гулей трансмутить 120 золота всего лишь не невыгодно но опять же маны много мы взял кстати третью аура архимаг не мастели борта как раз наверно для того чтобы больше было трансмутов и смотреть трансмут до кидает в печку печка дает 200 золота и пошла база 2 что он это золото нету практически есть смысл ему продавать здание закупить что-то еще там банки мана какие-то банки лечения нет нигде дредлорда лечить он конечно сделал печку но и мы ее продали здесь база кстати недобитая но альянса здесь все хорошо инфернал тоже битой 300 маны 4 гули всего 0 ровно новые голды это начинает он потихоньку и добывать но лимит у альянса выглядит жестче начинается лечение но нечем сражаться здесь единственная надежда на то что поносные стаи хорошо залетят перри портируется один из пристов 2 играет но больше нет возможности сражаться есть еще банки маны но андет решил сдаться ну да он понимает что ну кстати не знал про экспан который здесь снизу но возможно догадался опять же не звонит то что альянс продает юнитов и получает золото в любом случае здесь впереди единственное как здесь наверно андет мог бы выиграть это убив героев но обе убить героев он такими такой армии не может то есть принципе даже два героя альянса без рифлов бы с равно бы правились вот вот такая игра надеюсь вам понравилось если вам понравилось обязательно подпишись поставь лайк вот да вот там в комментах напишите какой-нибудь комментарий о том понравился вам игра нужно ли еще делать каменты касты такие потому что у меня в предыдущих видео написали что мы не делай ты кассы зачем ты это делаешь на мне интересно смотреть но я понимаю что вот надо надо все спасибо до свидания